Добрый день дорогие друзья! Я благодарен за то, что вы с нами на нашем канале. Смотрите эти разборы в субботней школе. Посмотрите пожалуйста в рекомендованных видео о канале. Также все материалы на сайте свиток, ссылка там внизу в описании. Подавляющее большинство смотрят это со смартфона. Подавляющее большинство. И очень редко пишут, комментируют или оставляют отзывы. А тем более потом еще заходят вниз и смотрят комментарии. А ведь там бывают очень интересные вопросы. Поэтому к одному вопросу хотелось вместе с вами вернуться. Потому что он мне показался очень интересный. Это вопрос по 11 уроку. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели внимательно на этот вопрос. Я думаю, хотя бы задним числом, но это будет для вас интересно. И вот прозвучал такой вопрос. Если можно, объясните, в чем разница между Пасхой, которую совершил Езекия, и той, что совершил Иосия. Потому что по словам летописца, Пасхе равной той, что совершено было при царе Иосии, не было у Израиля одни из Самуила пророка. Вообще, очень интересный вопрос. Я бы хотел, чтобы мы рассмотрели его по порядку. То есть, в чем разница между этими празднованиями Пасхи? Значит, вернемся к вопросу. Пасха во дни Езекии. Это второе летописи или параллепоменон, 30 глава, первые 26 стихов. Когда я внимательно смотрю на этот отрывок, себе можете записать, просто хотя бы, чтобы понимали. Значит, первое отличие. Это вопрос времени. То есть, царь Езекия царствовал намного раньше, чем Иосия. Езекия царствовал с 716 по 686 год. То есть, время. Это раньше было. Второе отличие. Охват народа. Дело в том, что если взять север Палестины, то с Израиля очень маленьким был обхват. И была причина. Когда мы читаем 30 главу 2 летописей, там 10-11 стих говорит о том, что многие над посланцами Езекии смеялись, и поэтому пришли на праздник очень мало. Единицы, можно сказать. Третье отличие. Дело в том, что часть Израиля уже была переселена в Ассирию в 722 году. То есть, там осталось очень мало евреев. То есть, происходила вот эта ассимиляция, и потом вот эти переселенцы, которые ассирийцы, потом вавилоняне переселяли сюда, они как раз вошли вот это, ну, в народность самаряне. То есть, там очень мало осталось израильтян. И четвертое отличие. Библия говорит о том, что священники не успели, да и не сильно спешили к этому празднику осветиться и приготовиться. Эта глава говорит о том, что там быстрее левиты даже приготовились, чем священники. То есть, фактически, священство даже не было настроено на Пасху. А теперь по поводу праздника Пасхи во дни царя Иосии. Это то, что мы разбирали в прошлом уроке. Значит, первое отличие – это время. То есть, это прошло спустя годы. Царь Иосия правил с 639 по 609 год. То есть, это уже десятилетия целые прошли. Второе отличие – вопрос обхвата. Охват был более полным, потому что как иудеи, так и израильтяне как-то вниклись, прониклись этой идеей. И очень много паломников было именно с севера страны. Третье отличие. Реформы царя затронули не только иудеи, но и Израиль. Потому что он решал вопросы с этими жертвенниками, капищами, даже на севере страны. Фактически, это было уже не его государство. Но мы говорим, религиозное влияние царя Иосии оказало влияние уже и на север Палестина. Четвертое отличие. Был очищен и подготовлен храм, восстановлено служение, священство и литургия прошла в полном объеме. Теперь о нашем уроке сегодня. Вообще, сам урок, если в целом говорить, он будет как бы продолжением 12 урока. Потому что в прошлом уроке мы говорили о том, как... В прошлом... 11 урока. В прошлом уроке мы говорили о том, как принципы книги Второзакония затрагивали тонах, или период времени до нашей эры. Сегодняшний урок, это касается не только того, что принципы Второзакония, как использовались в Новом Завете, но в большей степени, как они касаются нас с вами практически. На сайте свиток есть два варианта урока субботней школы. То есть, так как я вижу и так, как предлагается в нашем пособии. Но сейчас я бы хотел предложить третий вариант. То есть, симбиоз, как я вижу и как бы я его применил к сегодня. Поэтому два варианта вы можете зайти на свиток, скачать. А третий вариант, пожалуйста, уже берите ручки и записывайте. Поэтому сейчас будет третий вариант и потом, как здесь в нашем уроке. Тема урока у нас так и называется. Книга Второзакония в Новом Завете. Ну, мы тоже в Новом Завете, поэтому мы можем сказать «Книга Второзакония сегодня». Памятный стих основной. Матфея 4.4. Интересные слова. Это ответ Христа дьяволу. Такие слова написаны «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». То есть, другими словами, когда мы смотрим, вот эти принципы книги Второзакония или сама книга Второзакония, она тоже как бы исходит из уст Божьих. То есть, сама книга Второзакония содержит очень много учений, которые, по большому счету, составляют вот эти богословские основы христианской веры. Ну, несколько приведем как пример. Учение о гармонии между строгостью закона и благой вести о спасении Божьем. Именно из книги Второзакония Павел заимствует идею, как закон выявляет грех. Что праведность обретается только по вере. И надежда, что однажды народ Божий объединится с язычниками. Вот почему книгу Второзакония очень часто сравнивают, особенно с посланием апостола Павла Кремлина. Поэтому наш урок и будет посвящен значению книги Второзакония нас с вами, как она применяется к нам. Поэтому первая мысль, о которой я хотел бы вместе с вами поговорить, это использование принципа Второзакония в Новом Завете и в нашей жизни. И начнем мы с чего? Искушения Христа, то есть как они происходили, и как мы, сталкиваясь с искушениями, что происходит в нашей жизни. Давайте сначала прочтем о том, как вообще Христос был искушен. Я бы хотел прочесть одну цитату Духа Пророчества, а потом один отрывок из Библии, чтобы иметь вот эту полную картину вот этого события, которое произошло. В книге «Желание веков» мы читаем такую цитату. «Свидетельство неба, то есть когда Дух Святой сошел в виде голубя на Христа при крещении, было дано для того, чтобы пробудить веру у очевидцев происшедшего и поддержать Спасителя в его миссии». А дальше интересно, внимательно послушайте. «Несмотря на то, что грехи мира были возложены на Христа, несмотря на унижение, которому он подверг себя, приняв нашу падшую природу, небесный голос назвал его Сыном Вечного Бога». Многие считают, что борьба между Христом и Сатаной не имеет прямого отношения к их собственной жизни и не затрагивает их. Увы, эта борьба разгорается снова и снова в каждом человеческом сердце. Никто не может покинуть лагерь сторонников зла ради служения Богу, не испытав противодействия Сатаны. Соблазны, которым сопротивлялся Христос, те же самые, которыми кажутся нам столь труднопреодолимыми. А для Него эти соблазны были сильнее, настолько, насколько Он в совершении нас с вами. Мы сейчас об этом поговорим. Опять обратите внимание, на Нем лежало страшное бремя грехов всего мира, но Христос одержал победу. И еще одна цитата, о которой хотелось поговорить, она приводилась у вас в уроке. В Евангелии от Матфея мы читаем вот этот сам процесс, как происходило искушение Христа. Это четвертая глава Матфея, мы прочитаем первые 11 стихов. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постивши сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом, одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа, Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пау, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу, Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот на что хотелось бы обратить внимание в вопросе искушений Христа в целом. Давайте сначала за Христа поговорим. Значит, первая мысль, почему я дважды пытался остановить ваше внимание. Дух Пророчества говорит о том, что Христос пошел сражаться с дьяволом по влечению Святого Духа. То есть, он не искал сам для себя таких приключений, как иногда мы, как люди, делаем. Второе. Он шел туда, уже взяв на себя грехи всего мира. Заметьте, не на Голгофе или даже не в Гефсимании, а вот там, при крещении, потому что Дух Пророчества говорит несколько раз об этом. Давайте посмотрим на эти искушения теперь в отдельности. Вот в чем состояло первое искушение Христа? Вот некоторые говорят, вот читая вот так отрывок, некоторые говорят о том, что это было искушение через питание. То есть, перед этим он 40 дней голодал. Правильно. Иллина Вайт говорит, что Христос начал борьбу там или битву там, где пал Адам. Но опять же, вопрос еды. Но, когда я внимательно смотрю на это искушение Христа, то Христос, ссылаясь на второзаконие 8.3, отражал это искушение дьявола. Но основное искушение было немножко в другом. Заметьте, с каким вопросом подходит дьявол. Причем Дух Пророчества говорит о том, что он пришел в виде ангела света. И вот библейские слова, фраза вот эта. Если ты сын Божий. То есть, первое искушение не в хлебе и не в питании. Первое искушение – вопрос, кто ты? Ты вообще Бог или не Бог? Второе искушение. Опять говорят о том, что дьявол пытался сыграть на доверии обетованием Бога. Вроде тоже правильно. И Христос использует тоже текст второзакония 6.16. Но мы видим, что подоплека этого искушения остается прежней. Если ты сын Божий. То есть, проверь себя вот в этом конкретном обетовании. Третье искушение. Вопрос поклонения. Опять Христос ссылается на второзаконие 6.13-14. На второзаконие 5.7. Но основная идея опять же в другом вопросе. Если ты сын Божий. Зачем тебе идти таким путем? Не нужно страданий. Зачем тянуть время? Давай поставим точку и разбежимся. И вот когда мы подводим итог искушения Христа, что мы можем сказать? Самое важное. Евреям 4.15. Интересный текст. Когда мы читаем это послание, апостол Павел говорит такие слова. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». То есть искушения Христос встречал такие же, как мы. В смысле? Прояви себя. Дьявол пытался, чтобы Христос свою божественность проявил, а мы, чтобы проявили свое человеческое естество. И интересно, Христос каждый раз дьяволу говорил «нет» и скрывал свою божественность, а мы зачастую свое «я» так и проявляем. И в чем была разница между искушениями Христа и нами сегодня? Давайте посмотрим. Первый текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это Римлянам 8.3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Сау в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». 2 Коринфянам 5.21. Я бы хотел этот текст прочитать в переводе Кассиана. «Не знавшего греха Он соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем». То есть, чтобы понять этот вопрос, нужно взять во внимание, первое, вопрос природы Христа. То есть, вот момент искушения. И это помимо того, что на Христе уже лежали все наши грехи. Библия говорит о том, что Он уже был грехом. Можно даже сказать, Он не просто был грехом, Он был суммой всех грехов. Он как бы саккумулировал грехи всего человечества и всего времени на себя. Второй момент, на который хотелось обратить внимание, это вопрос природы Христа. Вообще, в богословии это тоже спорный вопрос. Потому что, с одной стороны, некоторые говорят, что Христос взял природу Адама до грехопадения. Тогда сразу возникает вопрос, а Он нас не понимает. Другие богословы говорят о том, что Он взял природу Адама после грехопадения. Тогда сразу возникает как бы в ответ вопрос. Христу тоже тогда нужен Спаситель, раз у Него грешная природа. Вот такая вот картина. И сразу возникает тогда вопрос резонный. А какая же природа была у Христа? И вот здесь очень важно этот вопрос понять. Дело в том, что Христос взял природу Адама до грехопадения. Почему? Потому что Он был зачат, Библия говорит, от Святого Духа, то есть без греха. Но от Марии Он приобрел вот эту ослабленную за 4 тысячелетия, вот эту плоть. То есть вот эта плоть, которую наградила Его Мария, как представитель человечества, она была ослаблена. То есть о чем это говорит? Если рядом бы вот так поставить Адама и Христа в момент искушения, то Адаму было проще и легче противостоять искушениям, находясь еще в совершенном теле. То есть искушения Христа были на порядок больше. И второй момент, или третий, когда я смотрю на Христа, у Христа всегда была возможность бросить всю эту затею со спасением человечества. Но Он пошел до конца в вопросе спасения людей. И еще один момент. Дело в том, что Христос имел вот в тот момент однозначно две природы. То есть Он, с одной стороны, добровольно отказался от всех возможностей божественной природы и жил на нашей земле как стопроцентный человек. То есть Он пользовался такими же возможностями, как и мы с вами. Молиться, читать Писание, жить по Слову Божьему. То есть мы поговорили об искушении Христа тогда. А что мы можем сказать по поводу искушений, с которыми мы сталкиваемся сегодня? Я бы хотел сначала прочесть Иакова 1 глава 13-14 стих. Сводный брат Христа говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть в основном искушение – это наше собственное или намеренное любопытство попробовать, или нарушить, или согрешить. Еще один отрывок. 1 Петра 1 глава 6-7 стих. Петр говорит, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть иногда, что мы видим, Петр говорит, иногда Бог может в искушениях как-то укрепить нашу веру, очистить наш характер, поработать над нами. Еще один момент по поводу наших искушений. 1 Коринфянам 10-13 апостол Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». То есть Бог никогда не попустит для нас вот таких искушений, которые свыше наших сил и возможностей. То есть Он стоит за пультом формирования характера для вечности. Второй вопрос, который я хотел бы сегодня вместе с вами обсудить. Это вопрос проклятия там, на древе у Христа, и как этот вопрос проклятия касается нас с вами. Давайте посмотрим снова на несколько текстов из Галатом и попытаемся это сопоставить со второзаконием. В третьей главе Галата мы читаем 13-14 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного духа веры». И второзаконие 21 глава, 22-23 стих. То есть мы будем это сопоставлять. Моисей говорит, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий повешенный на дереве, не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». То есть, когда я смотрю на эти два отрывка, проклятие распространялось по этим отрывкам в двух случаях. Первое. Когда человек грешил, то есть при нарушении закона, он за собой влек проклятие. И второй момент. Сам метод, то есть вот это повешение на древе, тоже нес на себе проклятие. Небольшая ремарка. Сегодня свидетели Иеговы, ссылаясь на эти тексты, говорят о том, что Христос был не распят вот так вот на древе, а повешен. Здесь ничего не говорится о повешении, то есть веревкой мыла. Здесь поднимается вопрос материала. То есть крест не с железобетона, а из дерева. И если говорится, что Христос был распят, то это не повешен, а именно распят. Ну это ремарочка. И вот когда я смотрю на эти два отрывка, смотрите, Христос берет на себя грехи человечества, то есть это проклятие. И сам метод, что его распяли на дереве, это тоже несет на себе проклятие. Поэтому когда Христос взял на себя грехи человечества и позволил себя распять на этом деревянном кресте, он как бы совместил вот эти два проклятия в самом себе. Теперь, что можно сказать по поводу проклятий для нас, если говорим о нас сегодня. Мы уже не за Христа говорим. И вот в Галатам 3.10 интересный текст есть. И все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой. Ибо написано проклятся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. О чем вообще здесь Павел поднимает речь? Он говорит о методе получения спасения. То есть, если человек пытается как-то по-своему решать эти вопросы, Бог говорит конкретно, что это проклятие. Ну, к примеру, чтобы мы это поняли. Когда Бог показал план спасения, и Авель пошел овечку приносить, Библия говорит, Каин решил тыкву принести, или банан, я не знаю, что там. Вот этот метод, Бог говорит через апостола Павла, это проклятие. То есть, все то, что не соответствует планам Бога и открытой его воле, оно не просто не проходит, Библия говорит, оно приносит проклятие. Это то, что касается нас. Третья мысль, которая затрагивается в нашем уроке, я хотел бы, чтобы мы это поняли. Наш урок говорит о пророке, как о Моисее, для современников Христа, и как это касается нас с вами. Давайте посмотрим, что нам говорит следующее пророчество Моисея по поводу пророка, которое будет дальше в истории человечества. Это в книге Второзаконий, мы прочитаем 18 глава. Очень интересные тексты, я бы хотел вам зачитать. Это с 15 стиха по 19. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего прихориви в день собрания, говоря, да не услышу впредь глаза Господа Бога моего и огня сего великого, и не вижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». То есть, когда я смотрю, как это совмещается со Христом. Смотрите, первое. Моисей говорит, «Он будет такой же, как я». То есть, как я. То есть, Христос такой же стопроцентно человек, как и Моисей в свое время. Второй момент. Вот по этому отрывку. Пророк Христос, он будет точно так же, как и Моисей, получать от Отца весть для людей. Внимательно смотрите. Иоанна 12, 49. Христос говорит тебе, «Все, как заповедь, получал от Отца». Третья мысль. Он будет говорить от имени Бога для людей. Почитайте внимательно Нагорную проповедь. С пятой по седьмой это принципы Небесного Царства. Он получил их от Отца и дает эту весть людям. Следующая очень важная вещь. Эти слова будут иметь решающее значение на суде. То есть, Бог говорит, «Я взыщу». Когда мы читаем Иоанна 12, 48, Христос говорит четко, вот те слова, которые Он говорит, они будут судить людей. Но мы еще вернемся к этому тексту. То есть, мы поговорили, как вот этот отрывок старозакония применим ко Христу, как о пророке. Давайте коснемся, под каким углом Бог сегодня ставит вопрос Писания в нашей жизни. Когда мы читаем внимательно Иоанна 5, 39-40 стих, а это то, что касается уже нас, Христос прямо говорит, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Что Христос хочет нам сказать сегодня? Он говорит очень определенно, что только лично, читая Писание, мы можем прийти ко Христу. Второе. Но у нас снова может появиться искушение перестать этим заниматься, ну, по крайней мере, регулярно. И это обязательно приведет к нашему нежеланию приходить ко Христу. То есть, иметь вот эти личные отношения с Ним. То есть, вот это желание иметь жизнь может не совпасть с результатом. Помните, Христос на горной проповеди, Матфея в 7 главе, 21 по 23 стих, говорит, «Многие придут, то есть, захотят быть вечности, а Христос скажет, а я вас не знал». Еще один отрывок, который я хотел бы вместе с вами, или над которым, заострить ваше внимание, это записано в Евангелии от Луки в 16 главе. Вот в этой главе, особенно в конце этой главы, Христос рассказал очень интересную притчу. Я бы хотел конец этой притчи заострить ваше внимание, потому что это очень интересно. Это притча об Аврааме и Лазаре, или о богаче и Лазаре, как ее называют. Авраам сказал, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Обратите внимание, тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». То есть, о чем идет речь? Вот те, которые читают или слушают Писание, и те, которые не делают это, но ищут чудес. И вот самое интересное, даже когда люди вот такие встречаются с явным чудом, такие люди веру никогда не проявят. Интересно, что Христос интересное имя здесь придумал – Лазарь. Когда мы внимательно читаем Иоанна 12, 10, Библия говорит, три дня Лазарь был мертв. Когда Бог его воскресил, Христос конкретно, это Иоанна 12, 10, написано в Иоанна, они решили его убить. То есть, их ничего не трогает, ни книга второзакония, ни Писания, ни чудо. Еще один текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это Марка 7, 13. Интересные слова. «Устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». То есть, есть еще одна проблема по поводу Писания. Это когда люди пытаются подменить чем-то четко прописанную волю Бога. Какой-то историей, решением собора, каким-то предписанием, или, может быть, собственным мнением. И еще один текст, на который тоже хотел бы обратить ваше внимание, это Луки 8, 21. Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть, слушающие Слово Божие и исполняющие Его». Вообще, очень интересная деталь по поводу Писания. Дело в том, что когда я читаю Писание и выполняю его, это родство со Христом. Скажите, пожалуйста, а вообще, о чем думают люди, когда Слово Божие перестает их трогать за живое? Когда люди читают или слышат проповедь, может быть, можно сослаться, проповедник не тот, не так сказал, может, не с той интонацией, или когда читают какую-то книжку, ну, это автор такой. А вот как быть, если это к Библии относится, когда я открываю Библию и ее читаю? Я бы хотел для вас сделать небольшой тест. Всего три вопроса. Первое. Попробуйте искренне ответить на вопрос. А вообще, сколько вы молились? И вообще, молились ли о том, чтобы Бог помог вам услышать Его, читая Библию? Потому что, когда я внимательно читаю Библию, смотрите, Петр говорит, нельзя без автора понять это слово. Потому что, чтобы услышать Бога, надо об этом просить. Второй тест, или второй вопрос, который хотел бы вам задать. Вспомните, последний раз, когда вот это слово касалось вас. И вообще, когда вы что-то услышали и оно вас коснулось, когда вы попробовали это применить в своей жизни. Вот именно то, что вас тронуло. Потому что, когда я смотрю, вот пример такой, когда Христос кормил народ. Дело в том, что ученики, принимая, отдавали. Если я не применяю, вот то, что мне Бог дает, оно дальше не будет работать. Поэтому, чтобы получать новый свет, слышать Бога, надо применять это. И третий вопрос. Вот попробуйте честно спросить себя. Вообще, ищите возможность поделиться словом? Или вы ищите оправдание, почему вы то или другое не делаете? То есть, Бог обязательно откроет что-то, чем-то поделится, напитает вас только там, где находит пустые руки. Потому что, чтобы получать, нужно отдавать. Три вопроса. Вы прошли этот тест? Следующая, четвертая мысль, которую я хотел бы затронуть в нашем уроке, это вопрос о суде. Вопрос о суде тогда и сейчас. Вот что можно сказать по поводу суда во свете книги Второзакония и Новом Завете? Давайте несколько текстов посмотрим. Евреям, 10 глава, с 28 по 31 стих. Смотрите, что Павел говорит. Если отвергший закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то столь к тихчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодать оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. И один текст старозакония 32-36. Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. А смотрите, что мы видим по вот этим двум отрывкам. Христос как пророк пришел. Он говорил от имени Бога. Библия говорит, большинство людей его отвергли. Поэтому Христос обещает не наказывать их с позиции такого обиженного. Это люди сами пожнут последствия отвержения этого слова. Он будет судить, но не тех, кто его принял. то есть он будет для таких людей не судей, а адвокатом. Он их оправдает. И что Христос хотел бы сказать в конце этой беседы именно к нам по поводу суда. Иоанна 12 глава 48 стих. Мы как-то затрагивали уже этот текст. Я бы хотел дословно прочитать. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть проверьте себя сейчас. Сейчас именно, пока не поздно. Потому что на суде уже будет поздно что-то менять. И есть еще несколько моментов в связи с этой темой, на которую хочется обратить ваше внимание. Дело в том, что в богословии есть два очень интересных слова. Первое слово «оправдание». «ешуа» по ивриту, оно имеет такие значения «помощь», «спасение», «благополучие», «процветание», «счастье». То есть это когда человек услышал призыв Святого Духа, откликается, кается, приходит за прощением к Богу, и вот в этот момент он уже становится оправданным, то есть таким, как будто он никогда не грешил, и Бог прощает все, вот так оптом, навсегда. Ну и второе слово в богословии «освящение». Когда мы смотрим, как оно звучит в оригинале «незер», оно имеет тоже несколько значений. Освящение Назорейства, или длинные волосы, как знак Назорейства, или венец Диадема, как у царя или первосвященника. То есть что происходит? Когда прощенный грешник продолжает жить теперь на этой грешной земле, и каждый день с утра приходит к Богу, получает от него возможность прожить этот день сегодня и не грешить, Бог дает для этого силу, и вечером заканчив этот день, человек делает с Богом аудит своей жизни, и если он в чем-то согрешил, он просит прощения, и так день за днем происходит процесс освящения. То есть это практически ежедневная жизнь спасенного грешника. И теперь, когда человек получил оправдание, он уже полностью прощен, живя дальше и сделав что-то греховное и не знал этого, у него есть еще один интересный шанс. Евреям 9-7 мы читаем такие интересные слова. Когда входили во второе отделение святилища, говорится, однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя, а дальше интересное выражение, и за грехи неведения народа. То есть, что происходило? В праздник Йом-Кипур, это судный день, за такие грехи приносилась специальная жертва, четко Библия говорит, за неведение, и человек не был осужден. То есть, за такие грехи сегодня Христос ни с кого не будет взыскивать. Но есть другая сторона медали. Евреям 9-10-26 очень серьезные слова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. То есть, когда человек получает оправдание прошлых грехов, то есть, он прочен, но с чем-то сейчас не желает расставаться и продолжает грешить, мотивируя, ну, потом оставлю покаюсь, ну, еще будет время, ну, Бог простит, ну, это ж мелочь, то вот здесь процесс освящения приостанавливается и человек уже не может иметь надежды. То есть, жертвы за такой грех нет. И это не потому, что грех такой страшный, это может какая-то мелочь быть. И не потому, что Бог злопамятный или непрощающий. Проблема в чем? Человек не захотел рвать с прошлым, а Бог ничего не может сделать в этом случае. То есть, человек сам отделяет себя от спасения. И дьявол со своей стороны имеет право заявлять на него какие-то права. Поэтому, никакого оправдания на суде человек такой не может получить. И вот когда мы исследуем книгу второзакония теперь с позиции Нового Завета, оно помогает нам создавать здравое богословие. То есть, считая книгу второзакония, мы узнаем о жизненной необходимости изучать Библию. Потому, что мы живем не только насущным хлебом. Мы оценим важность принципа написанного. Мы лучше поймем взаимосмязь между законом и благодатью. И таким образом улучшим отношения с Богом. Вопрос справедливости на суде. И любви как благодати Божией. Вообще, мы утвердимся в пророчестве о Мессии. Это то, как я вижу этот урок. Это третий вариант. Два есть там на сайте свиток. А теперь давайте посмотрим, возьмем наше пособие и посмотрим, какие вопросы ставит нам пособие и попробуем ответить. То есть, это как бы облегченный вариант проведения урока субботней школы. Взял пособие, прочитал вопрос, прочитал ответ и все. Вообще, когда я смотрю на книгу Второзакония, вообще, это одна из четырех книг Ветхого Завета, это включая Бытие, Псалтырь и Исаия. Она очень часто или чрезвычайно часто цитируется в Новом Завете. Вообще, по мнению библеистов, Иисус цитировал книгу Второзакония больше всех остальных книг, особенно в самых решающих моментах его миссии. Потому что причина популярности Второзакония связана с жанром этой книги. Потому что книга Второзакония звучит как проповедь. Ее педагогическая направленность, ее богословское учение. То есть Моисей не просто взял и процитировал законы, он показывал глубинное намерение и как применять их в жизни. Итак, приготовили пособие наше по уроку. Воскресенье тема дня написано. Приводился отрывок Матфея 4 с 1 по 11. Мы уже читали и у нас стоял вопрос как Иисус ответил на искушение сатаны в пустыне. На каждое искушение Он писал говорил написано. То есть о чем это говорит? Христос очень четко знал где написано, что написано и как это конкретно применить к тому или к другому вопросу. Потому что очень часто мы тупо можем что-то заучить, а как применить мы не знаем. Какой важный урок содержится в его ответах? Он приводил цитату из старозакония как ответ на вызов сатаны. То есть Он не просто хорошо знал Писание. Он умел оперировать Библию. Он знал на конкретный вызов где, что и как написано. Исследуйте конкретные отрывки из книги второзакония, на которые ссылается Иисус, противостоя искушениям. Первое искушение второзакония 8.3. Мы читали, не буду обращать внимания на этот отрывок. То есть, что я хочу сказать по поводу первого текста. То есть, в ответ на предложение сделать хлеб, Христос показывает важность в первую очередь зависимости от Бога в любом вопросе. Второе искушение. Это у нас приводится в второзаконии 6.16. Мы не будем читать, оно приводилось уже. То есть, что мы видим по поводу второго искушения? В ответ на предложение проверить обетование Бога, Христос ссылается на то, что нельзя вот просто так слепо шутить с Богом, играться с Ним, испытывать Его. И третье искушение. Здесь два отрывка. Второзакония 6. С 13 по 14 и 5 глава 7 стишок. Смотрите, в ответ на предложение упростить миссию, то есть, вот этот путь быстрее пройти без страдания, он показывает на важность закона. То есть, он опять апеллирует книге Второзакония. И у нас задается в конце воскресения такой вопрос. Что лично вам следует изменить в жизни, чтобы черпать больше силы в своей жизни из нашего изучения Слова Божия, дабы более полно отражать характер Иисуса и подобно Ему сопротивляться искушениям сатаны. Вопрос личный. Тут говорится лично вы. Но можно затронуть несколько идей. Первое. Важно не просто запоминание основных или ключевых текстов Библии. Важно другое. Как их применять к тому или другой ситуации жизни. И вот здесь я хотел бы обратить ваше серьезное внимание. Дело в том, что если дьявол подходит к вам вот с таким предложением, это будет высочайшей глупостью тягаться с ним в вопросе богословия или цитирования Библии. Потому что намного лучший знаток Писания и богословия. Единственное, что нужно тут же успеть. Соломон Давидович говорит, бежите под защиту Бога. Притча 18-11. Не надо пробовать, даже делать попыток сатаной оперировать написано. Вы проиграете. Это игра в поддалки. У нас будут разные весовые категории. Понедельник. Поднимая лица. Вообще интересное название. И приводится в Таразаконе 10-го глава 17-го по 19-й стих. Интересный текст. Давайте прочитаем его. Ибо Господь Бог ваш есть Бог Богов и Владыка Владык. Бог великий, сильный, страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. Который дает суд сироте, вдове, любит пришельца, дает ему хлеб и одежду, любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. И спрашивается, какая самая важная весть к народу содержится здесь? Ну а когда читаю этот отрывок, что Бог нелицеприятен или беспристрастен или объективный или как Библия здесь говорится невзирает на лица. И второе, что этот текст говорит о том, что Бог не берет взяток. Другими словами, Он не подкупен. И вопрос стоит, почему эта весть актуальна для Божьей Церкви сегодня? Вы знаете, когда я смотрю, серьезный вопрос, если мы задумаемся. Дело в том, что люди сегодня привыкли делиться на группировки по разным признакам. И это не только сегодня. Посмотрите на церковь, первая глава первая Коринфина. Сразу по каким-то группировкам Я Павлов, Я Аполлос. То есть люди делятся по возрасту, по хобби, по увлечению, по взглядам. То есть им как-то неинтересно люди не с его круга. И вот такая проблема все равно возникает. И неважно это касается молодежи, средних лет или пожилых. Эта проблема есть. И вот здесь Библия, наш урок сегодня говорит, Бог не такой. Дальше приводилась масса текстов. Мы на экранах вывели. Масса текстов приводилась в этом тексте, в этом уроке. Мы не будем читать, но здесь стоит вопрос. Когда мы смотрим на все вот эти, на реестр текстов, как в этих стихах используется вот этот принцип второзакония 10-17. Все отрывки, если вы вот так выпишите, все отрывки говорится о том, что Бог не предвзят в любом вопросе. То есть в любое время он не коррумпирован. И нам давалось задание. Приведите несколько примеров из сегодняшней жизни, когда нелицеприятие Бога важно но и ценно. Но когда мы смотрим, допустим, вопрос предвзятости, вообще в любой жизни, как сегодня это больно бьет по нас. Если взять вопрос коррумпированности людей вокруг, это тоже очень большая проблема. Начиная от медицины, там вопрос обучения, вопрос юриспонденции, везде. И вот когда мы понимаем такого Бога, которому чужды такие проявления, они подталкивают нас больше доверять, строить отношения с Ним, а не с теми людьми, которые вот этим порокам подвержены. А теперь вопрос для нас. Это мы в общем говорили. А теперь вопрос. А как часто, даже незаметно, вы различаете лица? И почему вообще креста Иисуса показывает нам, насколько греховно такое отношение на самом деле? Серьезный вопрос, это уже нам, касается нас. Дело в том, что только там, у креста на Голгофе происходит вот эта уравниловка. Вот там мы равны, то есть одинаково грешны, одинаково нуждаемся в спасении. И вот только правильная оценка того, что делается на кресте, того, что Бог делает для меня, поможет теперь правильно относиться и по горизонтали к другим. Вторник. Проклятый на древе. Вообще интересно, или проклятый на древе. Ну, неважно, куда мы ставим ударение, но неприятная такая тема, она затрагивает как Христа, так и нас сегодня. И вот приводится к Галатам 3 глава с 13 по 14 стих, мы этот текст уже читали, и стоит вопрос, какой удивительный факт истории спасения упоминает здесь Павел, ссылаясь на второзаконие, чтобы выразить свою точку зрения. Мы уже подмечали об этом в первом разборе урока, что проклятие по тексту внесло два факта, нарушение закона и смерть через повешение. Христос это дело все совместил, потому что именно там произошла замена проклятия благословением для нас сегодня. И просят дальше, подумайте и опишите, что для вас лично значит тот факт, что Христос принял на себя проклятие за меня. Мы читали этот отрывок с Галатом, не будем его читать. Что мы можем сказать по этому вопросу. Все мы найдены преступниками. В 3 главе римлянам с 9 по 12 Павел говорит, я уже доказал, что мы все грешны и мы все достойны смерти. Именно из-за нас, то есть наших грехов, Христос Библия говорит, был повешен на древо. Именно из-за вот этих двух моментов грехи и повешение Христос понес проклятие. Поэтому Библия говорит, его и погребли, чтобы это проклятие не сквернило землю. В конце этого дня вопрос. Подумайте, с чем бы вы столкнулись, если бы должны были получить справедливое наказание за какие бы то ни было проступки, совершенные вами. Однако, поскольку Христос понес наказание за ваши проступки на себе, так что вам не пришлось это делать, каким должен быть ваш отклик на его жертву? Можно это в классе субботней школы поговорить, но вообще можно такие варианты предложить. С одной стороны, это признательность Богу, это может быть благодарность за совершенное, это может быть неповторение такого же в дальнейшем, это может быть теперь такие же отношения к другим и к Богу. То есть, когда меня Бог простил, я благодарен. Среда. Интересное название этого дня. Мы уже как-то говорили об этом. Пророк такой, как ты. Звали нас прочитать Таразаконие 18 глава с 15 по 19, мы его читали, не будем читать, и тут стоит вопрос, какое предсказание здесь произносит Моисей? Ну, когда мы смотрим на этот отрывок, пророчество о том, что будет еще один пророк, причем такой же, как Моисей, с этой человеческой природой, с неприятием, отвержением, непониманием, таким же, который говорил от имени Бога, с такими же вечными последствиями, и просили сравнить это с Деянием 3.22 и 7.37. Я бы хотел, чтобы мы эти тексты прочли. Деяние 3.22. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братья ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И 7.37. Это тот Моисей, который сказался нам Израиля, пророка воздвигнет вам Господь Бог, как меня, слушайтесь его во всем, что не будет говорить вам. Аня, подождите. Это тот Моисей, который сказал сынам Израиля, пророка воздвигнет вам Господь Бог, братья ваши, как меня, его слушайте. И как это исполнилось во второзаконии 18.18. Мы об этом говорили раньше, не хочу возвращаться, там очень много мы подчеркивали это. Почему, по вашему мнению, грядущий Мессия назван во второзаконии 18.18 пророком, подобным Моисеем. Много об этом говорили, не будем останавливаться. В конце этого дня вопрос, как эти стихи показывают нам, что Иисус занимает центральное место во всей Библии и почему наше все понимание Библии должно быть христоцентричным. Мы читали этот отрывок, можете себе здесь, как для ответа записать, это Иоанна 5.39.40. Мы говорили, поднимали эту тему. Четверг, последний день в нашем уроке, страшное дело. Интересное. Страшное дело. Приводился отрывок евреям 10 глава с 28 по 31 стих. Мы его читали, не останавливаемся на этом. Что говорит Павел и как это применимо к нам? Здесь апостол Павел поднимает вопрос нашего отношения к тому, что Христос сделал на Голгофе. То есть, если мы продолжаем произвольно грешить, то уже это ничего нам не поможет. 26 стих прямо об этом говорит. И вот когда мы смотрим на второзаконе 32-36, там четко интересный такой текст есть. Но Господь будет судить народ свой над рабами своими милосердиться, когда он увидит, что рука их ослабела, не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Какая наша единственная надежда во время этого суда? И здесь у вас в скобочках есть Римлянам 8.1. Интересный текст. Апостол Павел говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть о чем говорят нам эти тексты? Будет суд. И апостол Петр в 1 послании 4.17 говорит, что первыми в этой очереди стоят верующие. И что интересно, если верующий имел Христа своим адвокатом, то на этом суде он будет оправдан. Так Даниила 7.22 написано. И пока нам нужно просто понимать, что сейчас идет суд. Именно сейчас у нас есть возможность со Христом строить отношения как с адвокатом. О чем это говорит? Если мы Христу как адвокату рассказали все, рассказали почему мы это сделали, попросили прощения, то Христос имеет полное право на этом суде взять нас под свою защиту. Точно так же, как адвокат сегодня на суде. Если подсудимый рассказал адвокату все, то адвокат имеет возможность хотя бы смягчающие какие-то обстоятельства найти в том, что он сделал. Но если подсудимый скрывает что-то от адвоката, то такие ситуации в суде называется то, что адвокат отказывается защищать подсудимого. Поэтому сегодня, пока еще есть время, мы должны соответствовать своему названию спасенный верующий и так жить, как Павел говорит, по духу. Вот это исследование книги Второзакония именно с позиции Нового Завета позволит или поможет нам созидать здравое богословие. Потому что, когда мы читаем книгу Второзакония, мы узнаем, первое, что очень важно читать Слово Божие. Потому что мы не только хлебом каждый день питаемся, мы оценим важность принципа написанного, мы лучше поймем, как вот это увязать закон и благодать, мы улучшим отношение с Богом, и мы лучше поймем Христа, что Он сделал для нашего спасения. Я благодарен за то, что вы были с нами. Пишите, задавайте вопросы, я стараюсь отвечать на все ваши вопросы и комментарии. До свидания, до следующего понедельника. субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok